Вот, к примеру, идёт отряд по ходным порядкам. Где должен быть командир? Впереди на лихом коне. Тут выдался свободный вечерок, и я решил заглянуть к ребятам-демократам, которые свой сегмент агитпрупа вперёд двигают. Что там они сами себе и сами нам думают? Как и ожидалось, самая горячая тема – это грядущее контрнаступление украинских войск. Украинское контрнаступление. О нём все сейчас только и говорят. В районе 10 бригад готовятся. Это 40-50 тысяч человек для выполнения наступательных действий в одном месте. В каждую бригаду это танковый батальон. 30 танков заводится. Основной выход – это под 30 апреля. Я думаю, мы не будем затягивать. Я так скажу. Не хочу привязываться к датам. Будет это май, будет это июнь. Если предположить, что обеспечение вашей армии осуществляется хотя бы в процентном отношении 50% от того, что заявил генерал Залужный в своей знаменитой программной речи, то это может позволить вам разгромить российскую армию на поле боя. В Крым надо заходить обязательно. На плечах у отступающей российской армии. Да, раздавят как муху, как таракана. Показался противник. И открыл орудийный огонь. Где должен быть командир? Опять может быть впереди. Потому как по одному человеку из орудий палить не станут. На фоне безусловной победы как-то неловко вышло со сливом всей страшно секретной информации прямо в газете «Правда». Ой, извините, в «Нью-Йорк Таймс». Понятно, что утечку организовала Российская Федерация. Это объяснительное сведение, взятое из реальных источников. Это очень плохо состряпано фейк. Ну что узнали? Ничего особенного. Ну да, Украина готовит наступление. А что здесь удивительного? Это попытка создать общественное мнение против контрнаступления. Мол, знаем планы заранее. Вы несете большие потери. Ну, нормальные. Господи, прости. И ПСО перед большими событиями. Решительными действиями отряда и его командира противник отброшен и обращен в бегство. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. Где должен быть командир? Опять впереди? На лихом коре. Ребята-демократы от пропаганды не только абсолютно уверены в своих грядущих победах. Они также абсолютно уверены, что их заклятые российские коллеги эту абсолютную уверенность полностью разделяют. Эти лидеры информационного спецназа российского, они тоже уже в шоке. Это видно, они в смятении. Такие, как Соловьев, которые постоянно кричат, что Россия должна просто встать во весь рост. Но в основном все сводятся к тому, что Украина сейчас в военно-техническом отношении превосходит Россию. И это наступление может стать успешным. Они отползают от темы в основном, потому что понимают всю безысходность, чем это кончится. И контрнаступление, и все последующее. Ну, вплоть до ГААГи, да? Им страшно. Они закрутили гайки так, ну, просто уже так, дальше некуда. То есть уже дышать невозможно. Послушайте, Соловьева, он, да, он не называет Путина, но он ругает правительство, ругает генералитет матом, дико совершенно, с ненавистью. Возможность самих сентябрьских выборов зависит от некоторых обстоятельств. В первую очередь от военной динамики. А военная динамика может оказаться такой, что за ней последуют внутри полички пертурбации. Соображать надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА